Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, у нас сегодня будет очень интересное видео, мы с вами распакуем мой заказик с интернет-магазина Золотое Яблоко. Здесь у меня два аромата, один из которых я очень хотела, прям просто мечтала об этом аромате, и наконец-то моя мечта осуществилась. И также второй аромат, который тоже в принципе мне был интересен, но с ним я уже знакома, и также на него была хорошая цена, и я его приобрела. Сейчас с вами распакуем, посмотрим, как вы видите, у меня в кадре сегодня не будет, в кадре будут только мои руки, я кстати давно уже, по-моему, не снимала таких распаковок, но почему решила снять именно так, потому что флакон такой красоты, что это нужно видеть вот так прям досконально, близко, потому что если я буду сидеть в кадре, все равно акцент настолько сильно не будет на флаконе, поэтому я решила вот так вот распаковывать. Итак, давайте приступим, распакуем. Я сюда свой нос уже немного засунула, потому что заказ ко мне пришел еще вчера, а единственное, я посмотрела пробнички, которые мне пошли в подарок, и сейчас покажу вам. Сами ароматы еще не смотрела. Так, выбираю, здесь у меня две вот таких вот маски для лица, новая для меня фирмы. Первая вот такая вот мультимаска с тройным эффектом, расслабляющая, смягчающая. Так, вторая маска у нас вот такая вот эффект сияния. Вот, такие вот две масочки. Я так полагаю, что это, наверное, корейские маски, да, маски? Да, Корея. В общем, вот такие две маски полноразмерные, в принципе, очень даже неплохой подарок. Обычно у золотого яблока подарки такие скудненькие. И здесь у меня два аромата. Давайте я прям, наверное, достану отсюда и уберу коробку, чтобы коробка нам здесь не мешала. Итак, давайте начнем с первого аромата. Это гвоздь программы, так сказать, из-за него вообще заказ я весь оформила. Вот, распаковываем. И это у меня, смотрите что, да, это Жан-Поль Готье, Лабелла. Я очень мечтала об этом аромате. Кстати, вам не так давно, по-моему, в предыдущем влоге рассказывала, что я хотела себе его заказать, но в объеме 30 мл, потому что 30 мл мне вполне хватит с таким количеством ароматов, которые у меня есть. Но в 30 мл флакон не такой красивый, там нет ожерелья. Соответственно, я заказала 50 мл, но я понимаю, что даже 50 мл я сама не использую. Но, в принципе, я вам рассказывала, что, в принципе, заказ состоялся благодаря тому, что мои девочки также захотели попробовать этот аромат. И, соответственно, я себе оставлю милика в 30-35 и с девчонками поделюсь там 15 мл. В общем, вот. Также, кстати, слово говоря, я знаю, что сейчас очень часто у меня такие комментарии под видео возникают о Роспиве, делюсь ли я ароматами. Девчонки, сейчас я практически уже не делюсь. До этого, когда, в принципе, я активно собирала свои ароматы, я больше делилась. Сейчас я стараюсь покупать такие маленькие объемы. Но если вдруг что-то я хочу, вот как вот этот аромат купить, более дорогостоящий, и получается, что объем большой, я иногда могу поделиться. Но если я буду делиться, то я буду это все опубликовать в Инстаграм. Поэтому, если интересно, проходите. И, кстати, хочу сказать огромное спасибо тем девочкам, которые меня очень поддержали в том влоге, где я рассказывала, почему я перестала делиться ароматами. И они сказали, что не обращая внимания, что, в принципе, это нормально. И, в принципе, собирать такую коллекцию, вести свой блог и не делиться ароматами тоже финансово очень накладно. Спасибо вам, девчонки, за поддержку. Но пока вот так. Я пока решила так. Так, давайте распаковывать. Коробочку я вам показала. Вот так вот выглядит очень красивый такой цвет. Я, кстати, смотрела этот аромат еще в наборе. На Натина тоже, в принципе, он столько же стоил, в районе 6 тысяч. Кстати, флакон этот за столько купила. Там еще был лосьон, но там просто коробка. Как бы такая подарочная. Я хотела именно в такой же стеной коробке, чтобы можно было закрывать сверху аромат. В общем, давайте распакуем. Очень неинтересно. Честно говоря, я бы, была бы моя воля, собрала все ароматы Жан-Поль Готье. Но это, конечно, не бюджетно. Так. Как-то я неправильно начала распаковывать. Ну да ладно. Так вот. Так. И я так полагаю, точнее, насколько помню, вот здесь вот снизу открывается коробка. Так. Главное не уронить. Чтобы не было никаких казусов у нас. Вот так получилось, кажется. Оп. Получилось. Да. Так вот открывается здесь. Вот смотрите, даже такой держатель. Чтобы флакон не выпал. И смотрите, какая красота. Такой вот педестальчик бархатный. И здесь красота. Красоточка Лабель. Кстати, очень плотно так здесь флакон стоит. Оп. Даже сложно вытащить его. Как его вытащить? Вот они. Прелести распаковки. Ой. Ох, как вытащила. Прям плотно здесь стоит. Это и хорошо, что флакон не разобьется. При транспортировке. Какая красота, девчонки. Вы только посмотрите. Какая прелесть. Обалдеть. Все так красиво. Такой красивый силуэт. И вот про это ожерелье я говорила. Что в 30 миллилитрах этого ожерелья нет. Оно есть только на флаконе 50 миллилитров. Так. Вот здесь вот такая чека, которую надо вот так вытащить. И нанести ароматным. С вами попробовать. Насколько помню, аромат вообще, в принципе, на тему. Такой карамельной груши. Я, кстати, его не тестировала. Покупка вслепую. Но я очень его хотела. Какой он приятный, девчонки. Стартует. Он прям так сочно. Груши как будто бы бергамот. Но тут же появляются какие-то такие, знаете, пудровые оттенки. Но в то же время какие-то десертные. Наподобие какого-то пирога. Но именно с джемом. Как вкусно. Он прям такой десертный. В нем вот этот, знаете, аромат такой немного какого-то бисквита, что ли. Вот именно есть ощущение вот такого теста какого-то, десерта. А придает немного такой сухости аромату. Ну так интересно. Очень вкусненький. Конечно, сегодня прям таким отзывом уже сложившимся не смогу с вами поделиться. Потому что я только начну его разнашивать. Но это очень красиво, девчонки. Прям такой десертный, сладенький, вкусненький. И да, конечно, у меня вот есть еще здесь скандал. Джан Польга, тебе миниатюра. Возможно, что-то общее есть. Но все-таки звучат они по-разному. Но вот именно тема такая сладенько-гурманская прослеживается и тут, и там. Ну, очень красивый. Вот это такой свежий старт, свежий гурманский. Аромат однозначно в тему гурманики. Но знаете, как интересно. Вроде бы есть вот такое что-то гурмански съедобное. Но в то же время аромат остается парфюмерным. То есть это не просто какая-то банальная съедобная вкусняшка. Обалдеть. Буду еще его разнашивать и чуть позже с вами поделюсь впечатлением. Так, и давайте распакуем второй. Так, и второй это у меня колонь. Акваколонии. Это у нас здесь розовый перец и грейпфрут. Я на него давно смотрела. Вначале хотела себе взять мандарин-базилик, по-моему. Да, именно такой цитрусовый. Но потом поняла, что если у меня не складываются отношения с одноименным ароматом от Герлен, то она вряд ли здесь у меня сложится. Тут сочетание базилика и мандарина. Поэтому, в принципе, много положительных отзывов слышала об этом аромате. Его тестировала в Золотом Яблоке. Поэтому решила взять именно его. Кстати, знаете, удивительно. Вообще обычно акваколонии приходят еще в дополнительных коробочках. Здесь нет. Но, видите, возможно, это из-за того, что это как бы не интернет-магазин обычный, а именно интернет-магазин оффлайн-магазина. Может быть, поэтому они просто берут с витрины и упаковывают. Из-за этого, наверное. Так, давайте распакуем. У меня уже есть три колония от бренда Акваколонии. Так, и вот будет четвертый красавчик. Так, пока уберем сюда. Вот такая вот красотень. В принципе, их стандартные флаконы такие резные. Понятно, что, наверное, есть что-то в направлении Аквалегория, но все-таки флаконы отличаются, поэтому мы не можем их уличить в копировании в каком-то. Так, что касается аромата. Действительно сочный грейпфрут. И розовый перчик, да, розовый перчик придает здесь немного пикантности, но в основном это такой сладкий грейпфрут. Присутствует и горчинка, и сладость, сочность. Обалденный цитрус. За ту стоимость, за сколько я его приобрела, это в районе 1000 рублей, 1050. Как-то так он мне вышел со скидкой. Это отлично. Просто супер. Я, кстати, сейчас вам покажу еще свои колонии, которые у меня есть. Так, у меня есть вот такой вот еще бамбук и арбуз. Это тоже новинка прошлого года. Дальше вот такой вот какао и ежевика. И третий здесь у меня еще это личи и белая мята. Все классные, все обалденные. Мне очень нравятся. Просто суперские. Была бы моя воля, я, наверное, собрала бы все эти колонии, потому что они все действительно достойные, все классные. Вот. По поводу этого, как я и сказала, очень приятный. Такой сочный, взрывной аромат. Мне нравится. Ну и что касается лабелочки. Очень красивый аромат. Он сейчас вроде заслащивается, но это еще более томный. Но вот это звучание груши, груша становится прям карамельной. Знаете, становление такое какое-то именно изменение аромата. Вот такой сочный, немного зеленоватый, прям брызжище. Они тоже не просто зеленоватые, а прям вот спелые, но не переспелые груши с бергамотом. И это все потом переходит в такую немного карамельную, уже десертную грушу. Обалдеть, очень красивый. Я просто в восторге. Давайте еще раз полюбуемся ароматом. Просто шикарно. Флакон. Это красота. Мне кажется, каждая девочка мечтает иметь в коллекции такой флакончик. У них, в принципе, все флаконы очень красивые. С ножками, вот эта вот линейка скандал. И эти. Мне тоже очень нравятся, кстати, их такие новогодние, лимитки тоже очень красивые в таком новогоднем исполнении. Такие красивые тубы именно новогодние, как такой новогодний шар. В общем, красиво. Обалденно, конечно, внешне. Это просто заглядение. Кстати, мне сейчас этот аромат побудилось на это видео. Наверное, прям завтра его сниму. Самые красивые и необычные флаконы в моей коллекции. Точно. Вот такое видео я точно сниму. И там расскажу вам. Покажу, в принципе, флаконы. Вкратце также расскажу об аромате. Какие впечатления у меня уже сложились об этом аромате. Красиво. Что вот этот аромат такой сочный, бодрящий, красивый. Что лабеллочка. Красивая, мягкая гурманника. Но при этом, знаете, я не скажу, что этот аромат как-то выносит мозг. Слишком яркий, назойливый. Нет, очень мягко, приятно, красиво. В общем, вот. Такой вот у меня заказ. Пишите свои впечатления о этом и о этом аромате, если они у вас есть. Свои впечатления нравятся, не нравятся. Будет это очень интересно. А я с вами уже прощаюсь. Спасибо, что провели это время со мной. Встретимся с вами уже совсем-совсем скоро. Точнее, завтра. Всем отличного дня, вечера. Какое у вас сейчас время суток. И пока-пока. Продолжение следует.